Наши журналисты всегда оперативно реагируют на проблемы жителей. На этот раз жалоба поступила от жильцов дома на набережной Степана Разина областного центра. Здание рушится в буквальном смысле слова по кирпичам. Подробности у Натальи Федоровой. Никогда не знаешь, что будет завтра. Именно так описывают жители свое проживание в доме 14 по набережной Степана Разина. Здание рушится прямо на глазах. В основном это связано с протекающей кровлей. Дождевая вода затекает между кирпичами, что приводит к их выдавливанию при замерзании в холодное время года. А во время сильного ветра и вовсе отрывают козырьки крыш. Протекает крыша, падают кирпичи ночью и днем. И мы боимся выходить из этого подъезда. У нас маленький ребенок, постоянно падают кирпичи. Мы боимся заходить и выходить из подъезда. Одну и вообще не отпускаем. Жильцы неоднократно обращались к управляющей компании профи. Писали обращения, говорили по телефону, приезжали лично. Все без толку. Компания обещала починить фасад еще в апреле-майе 2022 года. Но ничего не изменилось. Профи, они, видимо, только на словах. Они нам мотивируют все тем, что у вас дом маленький, 8 квартир, денег на ремонт нет, ничего сделать не можем. Мы адекватные люди, понимаем эту ситуацию. Мы даже предложили, давайте мы там часть материалов или все материалы оплатим. Главное начните делать хоть что-то, ставьте смету. Мы готовы вам помогать. Можем войти в положение, понимаем все. Никакой реакции вообще абсолютно. Стоит отметить и то, что дома на набережной Степана Разиной являются исторической ценностью города. Уникальный по целостности архитектурный ансамбль постепенно разрушается. А все из-за безответственного отношения управляющей компании. Например, капитальный ремонт в подъездах не проводился уже 9 лет. Жители в буквальном смысле слова вынуждены быстро выбегать из подъезда, так как обрушение проходит прямо перед выходом над головами людей. На данный момент управляющая компания игнорирует все звонки и обращения. Жильцы, в свою очередь, бездействовать не собираются. В прокуратуру Центрального района уже составлена и отправлена жалоба о критическом состоянии здания. Надеемся, что в скором времени следователи заинтересуются происшествием и назначат доследственную проверку, по итогам которой примут процессуальное решение по ремонту дома. Продолжение следует...